Как ирландцы потешаются над штормом Офелия, кого обвинила в домогательствах певица Бьорк и где можно прокатиться на поезде из фильмов о Гарри Поттере. Об этом и не только в нашем обзоре. До Ирландии добрался шторм Офелия. Его уже окрестили худшим погодным явлением за минувшее полвека. Власти просят местных жителей без крайней необходимости не выходить на улицу, обесточенной более 200 тысяч домов. Те же, у кого свет есть, шутят о непогоде в соцсетях, запасаются пивом и чипсами. Силу ветра отслеживают, например, с помощью воздушных шариков и полотенец на прищепках. Американского продюсера Харви Вайнштайна исключили из киноакадемии «Оскар» из-за секс-скандалов. Решение поддержали более чем две трети киноакадемиков. Дескать, таким образом хотели показать, что эпоха, когда в киноиндустрии закрывали глаза на сексуальные домогательства, закончилась. В начале октября в изданиях «Нью-Йоркер» и «Нью-Йорк Таймс» вышли статьи о распущенности одного из самых влиятельных голливудских продюсеров. В сексуальных преступлениях Вайнштайна обвиняют около 20 женщин, в том числе актрисы Анжелина Джоли, Квинет Пелтроу и Роуз МакГоэн. А певица и актриса Бьорк рассказала о том, что ее домогался известный датский кинорежиссер. Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке. Имени обидчика не назвала, заметила только, что речь идет о соотечественнике. Но местные СМИ уже вычислили, что единственным датским режиссером, с которым работала Бьорк, был скандально известный Ларс фон Триер. Сам режиссер это пока не прокомментировал. Нападающий греческого футбольного клуба «Ксанти» Бритто получил желтую карточку после того, как вытер ногу о судью. Это произошло, когда футболист готовился бить штрафной в матче с афинским аэком. Рефери отмечал спреем место на поле, с которого должен производиться удар. Но случайно испачкал бутцу Бритто. Спортсмен повозмущался, а затем провел ботинком ноги по голени судьи, за что и был наказан. В Японии изобрели кофе из чеснока. Оригинальный рецепт придумал 74-летний владелец одной из кофеин. Случайно, по невнимательности, он растопил сухой молотый чеснок в горячей воде. Вкус напитка оказался похожим на кофе. С тех пор японец не раз усовершенствовал свой напиток. И уже наладил промышленное производство нового чесночного кофе, который можно готовить как обычный растворимый. Шотландская семья отправилась в поход и потеряла свою лодку. Ее унесло водой, когда родители с детьми отдыхали на берегу. Глава семейства обратился в полицию. Там ему посоветовали идти к железной дороге, пообещав, что семью подберет ближайший поезд. Когда люди подошли к железнодорожному полотну, их ждал сказочный поезд, который в фильме о Гарри Поттере вез юных волшебников из Лондона в Хогвартс. На самом же деле шотландцев подобрал Якобит. Экскурсионный паровоз, ставший в свое время прототипом для Хогвартс-экспресса.